всех приветствую на канале стрим то сегодня для вас мы показываем вновь межклановый чемпионат ну и встречаются такие коллективы как у нас cooldown и аннауны а вот у нас играться первые два раунда сетапы а 3 4 уже будут играться light ну а комментировать все это буду я азамат 01 мой напарник санчес ну и за картиночку будет отвечать иммортал херудов привет саня да привет азамат такой вот сегодня мы будем лицезреть бой как я понимаю у нас первая карта кунгур вы уже можете ее лицезреть на своих экранах и будем смотреть формат сетапы собственно замечательно команда собственно уже сделали перезаход все абсолютно верно и буквально через пару секунд мы сможем уже наблюдать за самой игрой так тут и азамат уже видишь на карте на карте я вижу очень много игроков кулдаунов и также аннауну все что я пока что вижу ну а дальше можно будет называть уже сетапы я думаю я назову кулдаунов у них есть в пике викинга твинс хантера жига хантера рельса также викинга молот викинга шафта викинга гром но и запасной них хантера магнум вот так вот так спасибо азамат если тебе не трудно назови еще противоположную команда мне немножечко не открыто а науны вот у них пик именно викинга жига викинга рикошет викинга рельса викинга гаусс викинга магнум и хантера шафт а вот запасной у них хантера гром но почти с этапы одинаковые единственное твинс поменялся на рикошета получается и гаусс там за место молота я так вижу остальное у нас все именно так ну собственно посмотрим матч уже начинается я готов представить ребят наверное я все-таки представлю команду а новым сегодня за нее будет отыгрывать такие ребята как авто им снайпет намбер зелонс рафаэлла и сальватор ну а за кулдауна будет отыгрывать у нас тропки лос уже на викинга молоте также хатабич на хантера жиги но у нас у нас будет на викинга твинсе а также подбирает у нас флаг бакс баня на своем хантером магнами она и вот так же дир билд на самом викинга шафте и за флэми гвардиан на своих антаро рельсе вот так ну смотри кулдауна прям очень сейчас резко начали бакс баня попытался зайти на вражескую базу но к сожалению там оказались вражеские игроки и в итоге его уничтожили конечно сейчас у него вновь будет повторная попытка захода на вражескую базу на здесь уже появляется сальватор и просто будет своим блоком ему мешать что-либо делать поэтому все пока что очень спокойно на самом деле конечно и снайп от но с ним расправляется хатабич и вновь сильные игроки будут потихоньку пытаться занимать вражескую базу посмотрим как это у них получится и вот уже дир билд приближается к вражескому флагштоку но остается буквально на ноль хп и да отправляется на респ ну пока что я могу заметить что пока что очень сильно зажимаются в дефе у нас она у но это пока что а именно по тому моменту которому я видел а вот куда на свою очередь пытаются массово атаковать но пока что был один конечно подхват но не смогли до конца там конечно увести но вот сейчас будем смотреть за этим моментом конечно вижу я на мосту здесь было три игрока у наунов но очень быстро их тут разбирают и звонцы будут еще тут добивать но и сводится он конечно и получается самоурон собственно говоря ну а троп килл а сейчас буду возить и там никого нету сейчас на самом деле ну смотри укол да у нас есть прям огромные шансы но у вас конечно из рафаэлла который сзади приближается к троп килл за его слишком поздно замечают все равно удается ему отвести флаг под дар билда будет хорошая скидка и да у вас пока что происходит с противоположной же стороны снайп будет пытаться заходить на вражеский флаг но дашка у него спадает если бакс бани сделает правильный хороший выстрел то возможно это по этой понимаю лаги спектатора в итоге непонятно где флаг находится так полагаю на флаг штуки и вот бакс бани уже едет по прямой я думаю доставка здесь произойдет а сейчас произошло я так и не понял что это делают в общем смотри вас подхватывает в итоге и успеет успеет там труп киллос на самом деле за еще и снайпы да очень быстро его сливает и надо срочно вести на размин потому что иначе начнутся проблемы там из авто аим и очень больно на это конечно смотреть я не понимаю как так я сама конечно понимаю что в этот момент у нас были баги спектатора и все зрители это видели но мне кажется там просто колоссальную ошибку совершил бакс бани зачем-то он просто сбросил своему тиммейту флага когда мог просто ехать по прямой доставлять я так понимаю флаг у нас просто никуда не исчезал находился как раз таки на флагштоке и очень странный момент только что произошел но ничего страшного игра продолжается хаттабыч будет стоять пока что с флагом подбирает здесь дэшку ну собственно пока что у него все спокойно ну и также с противоположной стороны ничего особо не происходит конечно троп киллос пытается заходить но снайп это все в порядке он стоит на одной дэшки я думаю свой дроп у него есть он просто хочет максимально поздно его прожать и вот уже появляется бакс бани к слову сбивает ему снайп да собственно ничего нового и пока что красный флаг в безопасности ну пока что у них все хорошо ну и также можно отметить что у кулдаунов на секунду было бы хорошо но вот сейчас сальватор очень опасно доходит там есть намбер но а трубки лось я думаю здесь будут помогать надо главное сейчас добивать двух игроков ну и рафаэла также будут пытаться врываться но там есть мины вот сейчас очень непонятно сейчас творится но благо есть доставка не заметил как там произошел возврат из-за флэйми гвардиан будут увозить ее прямо по мосту да это очень прям хороший конвейер как-то просто у нас она он и забыли про свою базу просто без проблем дали вернуть своим противникам этот флаг и сейчас еще флэйми увозят с конвейером следующий ну просто не все замечательно конечно есть намбер который на своем рикошете будет пытаться уничтожать его но есть хотя быч который перехватывает флаг его же вот по прямой едет на доставку да это будет счет 20 ну прям хорошо сейчас кулдауны отыгрывают хотя бы продолжает замораживать авто и мы и да собственно увоза пока что никакого здесь не намечается ну пока что да пока что 20 именно поставили у нас кулдауны но снайп от будут пытаться заходить но уже сбивают аптечку это говорит о том что снайп от уже уйдет тоже на свой респаунд ну и на самом деле сейчас можно передохнуть немножко но основа таки нельзя зажиматься надо все равно проводить атаки кулдауном а ну и вот намбер пытаться тут как-то отвозить но много дэмэджа он получает также злон здесь один ничего не сделает а вот на противоположном фланге пытается что-то сделать баг с бани но моментально конечно его там сливает ну что ж пока что прям все очень замечательно складывается для кулдаунов хотабыч подбирает свою аптечку но и очень хорошо не атакует противников правда сейчас будет заход два корпуса от аноунов но вот уже есть хотабыч который будет поджигать снайпы да и остался только авто им который действительно сможет подобрать этот флаг здесь очень много красных игроков главное не оставить свою базу без контроля потому что вскоре сможет какой-то за флэми гуардиан заехать туда и возможно даже ввести намбер конечно пытается увозить данный флаг баг с бани будет пытаться его перестреливать но пока же на самом деле он может не успеть потому что там злон 100 подхватит и очень неудобно получается на флэме пока что тянул время там кота быть на противоположном фланге то увозит и будет на ума с для орбилдом помогать и вновь это будет наверное скорее всего происходить и размен да тут правильно делают скидку и самое главное не допускать сейчас никаких ошибок вот куда он и могут даже зажать флаг со всех сторон но как-то по одному разобрали поэтому не очень перспективно пока это выглядит она и скорее всего вряд ли будет там возврат а у кулдауна в свою очередь пока что тоже все нормально я бы сказал не просто все замечательно смотри это размен плюс они сейчас крошуют немножечко вражеский город и напоминаю что счет 20 в их пользу и учитывая то что осталось до конца три с половиной минуты я думаю этот раунд кулдауна смогут забрать правда если не произойдет какого-то чуда бакс бани подбирает флаги вот уже за сзади авто им будет пытаться подъезжать будет вот такая вот битва магнумов посмотрим все таки кто кого перестреляет но хотя бы что-то замечает и по мне да в итоге все в порядке у бакс бани еще и многое здесь мы наставили только надо ему будет потом смену дать наверно скорее всего потому что припасы уйдут на кулдаун но и думаю труп киллос там как раз таки его и сменит а есть на перехвате один сальватор но там пока что непонятно а вот куда он и пытается по мосту как-то там заходить зажимать но там рафаэлла помогает сбивает аптечки хотя дир билд может успеть но нет авто им успевает и возврат у нас не будет хоть и хаттабыч был но там есть сальватор там все в порядке и пока что это у нас только размен 0 просто все замечательно для кулдауна я думаю им даже некуда спешить хотя все равно это их не останавливает вот уже флейми как всегда заходит по тылам выдает хорошую рельсу по сальватору и пытается попасть по рафаэлла правда немножечко у него это не получается сделать рафаэлла правильно делает что не в нужное время не высовывается и вот уже за флейми гуардин отправляется на респе будет попытка захода от дар билда посмотрим как у него это получится но у рафаэлла пока что все в порядке правда спадает дашка и удар билда тоже по таймингам спадает дроп но к слову еще у него есть свой пока что все здесь спокойно но из противоположной стороны особо ничего тоже не намечается очень много здесь кулдауна в одном месте не просто держит хотя посмотри сагай под на дэшку заходят под есть сальватор который накидывает и аптечку ты моментально сбивают надо бежать быстрее на фабрику там есть катабыч я думаю он успеет сменить но сальватор сдд просто накидал очень много намбр еще там есть злон заходит но со всей стороны просто туда ну я не знаю окружают надо помощь сейчас катабыч нужен хотя бы один рез вот респается бакс бани ну нет ну не успевает никаким образом нельзя нигде прижаться и есть тоже возврат но флейми гвардиан увозит потому что в дефе она у нас сейчас никого нету и остается ровно минуту до конца нельзя ни в коем случае отдавать именно этот флаг иначе тут уже все будет потеряно а на перехвате есть пару игроков но очень быстро их разбирают и что-то мне подсказывает что это будет скорее всего доставка да это уже в любом случае не имеет никакого значения потому что 40 секунд до конца пока что счет становится 2-0 и возвращает и сальватор будет просто сейчас увозить куда нам надо сейчас либо всем обратить внимание в атаку на перехвате и попытаться вернуть либо задефать последние секунды на думаю пока что поставят первый флаг 2 уже на конвейере никого нету и ну вот теперь уже с уверенностью сто процентов можно сказать что а куда он и забирает этот раунд свою копилочку за мат последние 30 секунд кулдауна можно было просто стоять и вертеть башнями всей команды я думаю это бы не в итоге никак не повлияло на исход данного раунда не знаю не знаю очень хорошо даже сбросил флаг уже понимал что не успевает он просто на эту доставку ну что ж поздравляем кулдауна в первом раунде они действительно показали себя сильнее очень хорошо фэйме оказался в нужном месте смог увести конвейерный флаг я кстати удивлен что но он и действительно этого допустили потому что когда изначально мы видели этот размен прям но он и всем своим составом поехали на вражескую базу и оставили своего флагоносца на своем флаг стоке и я думаю кулдауны смогли без проблем на него зайти и в итоге мы все видели что произошло два флага просто не потеряли ну это на самом деле очень грубая ошибка была от них но по игре видно было что куда он намного сильнее были и в плане атаки и в плане обороны ну тут я не знаю к чему еще можно придраться все было на многое мне кажется ты перебарщиваешь но на голову сильнее это точно любом случае команды поменялись базами посмотрим все таки как дело будет обстоять сейчас ну сейчас да сейчас сторону у нас поменялись не знаю будет ли меняться сетапы возможно останутся именно такие же но вот расстановка может и уже и поменяться на самом деле но пока что это нам неизвестно но скором времени мы уже узнаем после элитов настя привет и ребята у меня вот есть к вам такой вопрос за кого вы болеете вот здесь есть болельщик болельщики допустим команда новин ну или допустим кулдаунов напишите обязательно в чате нам будет все таки интересно кто за кого обязательно почитаем если конечно же в этот момент начнется следующий раунд ну что ж собственно ждем пока выпадет весь дроп пока участники его соберут и уже с новыми силами начнут играть второй раунд напоминаю что если сейчас его заберут кулдауны а у них слова есть шансы действительно если она он не сделает какую-то работу над ошибками и не сделают какие-то выводы после предыдущего раунда то у кулдаунов есть все шансы его забрать и напоминаю что если они его заберут то в первых двух раундах они получают три очка ну а дальше уже будем смотреть во втором формате что как изменится да правильно гострайдар пишет кд чемпиона а я тоже верю в кулдаунов я буду за них болеть но и долита уже произошли и вот настал тот момент когда сторону у нас поменялись и есть уже начало второго раунда но и смотрим есть три игрока даже четыре игрока из кулдауна сразу поехали в атаку вот это даже интересно но двое оставили в дефе и то но у нас сейчас поехал не очень-то сладенько но есть катабыч поэтому я думаю там за дефот а вот кулдауны они могут даже увозить там проблематично я бы сказал в обороне анауна и это такое это да за мат у нас проблемы со спектаторами но ничего страшного в любом случае дарбилл продолжает путь на свою базу правда сливает его шафт флаг остается просто лежать здесь есть конечно баксбане но автоин намного раньше успеет приехать туда есть возврат с противоположной стороны тоже пока что все спокойно правда смотри есть на и под через мост едет сальватор и также мог злонс попробовать поехать с кармана но выбрал он путь на город в любом случае посмотрим что из этого выйдет сальватор пытается пока что просто настреливать хотя мне кажется если бы он просто бы ехал вперед он возможно бы с этим флагом уже уходил бы на свою базу но как-то мне кажется просто он затормозил сальватор но ничего страшного в любом случае он подбирает флаг очень глупую траекторию он выбирает не знаю зачем мог бы повезти на мост вот они еще авто им он может подхватить на самом деле но сливают даже так и на самом деле есть проблема у кулдаунов надо ехать на перехват именно а флага потому что здесь флэмми ничего не сделает но попытаться позбивать траекторию и потянуть на себя время то есть отличие еще каким-то образом но перехвата я очень большого не вижу хотя вот есть в деревне перехват есть роб килл из которой заходят и наборы пока что отвлекается на ноу массы и на самом деле сейчас будут отвозить кулдауны это будет происходить у нас размен и бакс бани может сейчас очень нам очень много накинуть но там есть резиста от магнума поэтому все хорошо ну а куда мы конечно смогли все же удачно отвести ну и вот происходить у нас сейчас размен ну так правда смотри есть лонс у него здесь рядом есть снайп и также намбер будут его защищать конечно заходит за флэмми гвардиану слишком много здесь синих игроков плюс хороший выстрел магнума демонстрирует нам авто им и сейчас я думаю флэмми гвардиан просто отправится на респе с еще получится шафта все собственно это случилось и пока что с противоположной стороны тоже у красной команды все в порядке просто катабыч держит флаг сбрасывает по дну масса и спокойно пока что все очень тихо конечно из дар бил который по мосту будет пытаться заходить на вражескую базу но здесь уже респица сальватор хороший сбитый гром но в итоге сейчас смотри зажимают они действительно зажимает все ближе и ближе к вражескому флагштоку к вражескому флагоносцу не приближается но я думаю все равно их слишком мало здесь хотя есть дэшка у тропки лаза это большой плюс но и также дирбил там накидывается своего грома немало резист это нету нету но к сожалению здесь куда он припасов у дирбилда а так бы мог бы быть даже и возврат но возврата не произошло поэтому пока что она держится ну пытался здесь заходить у нас number но моментально его сливать из лонс есть также у нас рафаэлла который будет заходить авто и мы в дальнейшем сальваторы и большие проблемы сейчас есть ухота огромный проблемат и также сливают там моментально флагоносца надо сливать сейчас нам про и его сливает и это будет просто возврат как-то не знаю обоиха возраста происходит на самом деле и удаваны молодцы также как и анон и сейчас они немножечко получше отыгрывать нежели чем в предыдущем раунде и вот уже за флэми гуардиан буквально без дропа будет пытаться увозить флаг через узкий но шафт его своим легким выстрелом сливает и рафаэлла просто возвращает абсолютно без проблем number будет пытаться заходить в город ну прям смотри прям массовая атака от она она сейчас будет на вражескую базу посмотрим чем это все закончится авто имя будет блокировать за флэми гуардиан а у снайп это будет проблема от тропки лаза ну и пока что все хорошо у них хотя не сказать злонс увозит и есть проблемы у кулдаунов но звон с конечно без аптеки скинет здесь под сальватора на перехвате есть один флэми гуардиан слишком много респов аннаунов и это будет доставка ну тут сто процентов тут я не знаю что должно быть чтобы вернули кулдауны но и теряют они флаг все же очень неприятно и сейчас вот авто им еще вторым кругом заходить я надеюсь катабыч посмотрит в деф отлично он смотрит и куда нам надо увозить да есть там тропки лаз который сейчас увозит а флэми гуардиан будет помогать и а хадапыч почему-то там не смог вернуть к сожалению поэтому вот сейчас происходить у нас размен опять этот размин постоянно мы его наблюдаем смотри из лонс который будет заходить на терр билда но будет блокировать его за флэми гуардиан и скорее всего злон здесь уже ничего не сможет сделать разве что нанести урон самому по себе сальватор также будет заходить через город но но у нас поворачивается будет в итоге его уничтожать ну и пока что со мной все хорошо для кулдаунов плюс еще бакс бани вместе с катабыча будут пытаться заходить на вражескую базу посмотрим чем это все заканчивается бакс бани выдает хороший дэшный выстрел по вражескому флагоносцу но быстро отправляется на респот нам бара и сальватора но теперь из катабыч который к слову тоже будет скорее всего в ближайшее время погибать потому что очень много по нему выходит урона на нулях оставил двух игроков и в итоге есть флэми гвардиан который может что-то и сделать но пока что не очень но это выходит сливают его здесь и есть только один дир билд который может успеть как-то остальные я думаю к этому времени не успеют а хоть и будут пытаться там конечно авто им с рафаэлом максимально блочит но почему-то почему-то не торопятся у нас она он и не хотят вот так отдавать флаг и на самом деле по ходу может получиться что сейчас куда она даже вернут а еще и могут при этом доставить флэме обязательно там конечно вернет его там никак не салют а вот дербил продолжат увозить правда есть рафаэла вместе со снайпедом на перехвате надо сейчас сыграть на бодиблоке бакс бани я думаю он это прекрасно понимает и будет сейчас до конца отстаивать и есть уже напарники точнее союзники бакс бани и есть ответная доставка наконец-то но также наступают проблемы у них да смотри собственно фрешблада молодцы но в любом случае но он еще будут пытаться увозить но есть рабкилос который будет возвращать данный флаг авто им будет пытаться тоже заходить правда остается он буквально без дашки противоположной стороны будет у вас от кулдаунов правда рафаэла будет пытаться блокировать хорошая скидка под der билда но как-то врезается он в разные текстуры в итоге ара файло его просто подожжет и есть возврат с противоположной стороны также будет очень неплохой заход на город это ноун of и по мосту тоже будет заход но здесь есть за флэм и гуардиан вместе с ноумасом они будут пытаться блокировать свою базу будут пытаться блокировать мост от вражеских игроков и вот уже ноумас выдвигается на вражескую базу, дабы не давать им проехать. Ну, пока что все хорошо для кулдаунов. Ну, вот сейчас будут кулдауны припасов у кулдаунов, и ну, пока нету заходов от анаунов, я не вижу. Ну, и в ближайшее время, значит, пока все будет отлично у кулдаунов, но есть по мосту тройной заход, также автоаин заходит там. Ну, вот сейчас надо посмотреть, обратить внимание на деф именно кулдауном. Остается 2 минуты. времени, конечно, еще достаточно, но все-таки нельзя терять бдительность и до конца надо сейчас задефать. Есть один хатабыч, которого разберут и очень неприятно сейчас на самом деле все происходит. Дербилд там пока что пытается как-то тоже настреливать, но я думаю, вряд ли у него это получится, и флейми гвардиан тут пытался, не получилось у него ввести. И вот, теряют походу сейчас флаг, хотя нет, могут вернуть даже кулдауна, на самом деле есть ноу-масса, но пока что его только кидают в минус. Также бэксбан есть, за флейми гвардиан есть на перехвате, но не хватает немножко дэмэджа, надо чуть-чуть просто отлично есть подхват. Ой, шикарная скидка, просто шикарная скидка. Здесь еще Дербилд, конечно, но тут будет скорее всего доставка. Да, Заман, давай будем объективны, доставка здесь произойдет, счет становится 2-1 в пользу команды unknown, и сейчас пока что им нужно просто засушить. Мне кажется, как бы, ну, победа их в любом случае устраивает. Если они сейчас победят, то по итогу двух раундов обе команды получат по одному очку, я думаю, им это нужно. Правда, Тропкилос будет пытаться уходить, будет пытаться увозить вражеский флаг, так же, как и Снайпед, но в итоге Снайпед нарывается на Хатабыча, да, возврат произойдет от красной команды, а вот Тропкилос будет по прямой пытаться вести на свою базу, и... Надо встречу, потому что там очень опасно смотрелось, но Мас просто вовремя успел, но будет здесь возврат, нету никакой помощи, и просто вдвоем здесь Рафаэла вместе с Лонзом просто убивают, уничтожают, и авто им еще подбирают флаг, будут пытаться отвозить. Ну, очень мало времени здесь остается, и, наверное, скорее всего, здесь в копилочку уйдет у нас у Анаунов, если сейчас салют Тропкилоса. Но его, по сути, здесь не отпустят, конечно, и это у нас будет ничья. Ой, ну, в смысле... По результатам двух раундов будет ничья. Да, да, вот сетап именно. Вот. Это я не увижу. Ну что ж, неплохо, неплохо. Анауны действительно реабилитировались после первого раунда, сейчас себя очень даже хорошо проявили. Молодцы. Сейчас будем, собственно, переходить дальше. Будем смотреть уже третий и четвертый раунд. По результату этих двух раундов каждая из команд получает по одному очку. Посмотрим, что же будет дальше. Я думаю, обеим командам очки очень даже... Ну, дальше у нас будет лайт. Вот какая карта, я вот не могу посмотреть, потому что у меня баги с сайтом, наверное, или я не знаю что, он мне не показывает. Ну, в скором времени, я думаю, мы увидим уже, и там, конечно... Ага, Барда у нас лайт будет играться. Ну, очень, на самом деле, интересно. Какое-то замечательное замыкание. Смотрим на Барду. Уже недавно кулдауны играли Барду, правда... Кстати, это тоже был лайт. Смотрим сегодня, как они сыграют против этой команды. В тот раз, по-моему, они сыграли в ничью по раундам. Ну что ж, будем ждать, что им будет. Нам остается только ждать ссылочки от команд, а потом просто зайти. Ну, Азамат, что ты вообще можешь сказать про эти два раунда? Честно говоря, про два раунда, что я могу сказать? Ну, в первом раунде уверенно себя показали кулдауны. Они зажимали в атаке, и в дефе все было прекрасно. Но во втором раунде там побольше как-то было вот разменов, были обоюдные возвраты, но немножко не хватило кулдауна. Все же посильнее оказались аннауны, я вот, как наблюдал, ну, вот, больше ничего не могу сказать. Ну, не получилось задавить в кулдаунах, и в итоге аннауны собрались во втором раунде. Вот, сейчас, конечно, будет лайт, и, наверное, это формат аннаунов, и вот тут нельзя отдавать три очка аннауном, именно. Я думаю, кулдауны попробуют забрать у них одно очко, если у них получится, конечно. Ну, в любом случае, посмотрим. Действительно, я тоже думаю, что, ну, в первом раунде за синюю сторону себя кулдауны получше проявили, более уверенно вырвали эту победу, но потом, к сожалению, все-таки в следующем уже раунде с вот такой вот борьбой, буквально, ну, почти равноправной, у них получилось выиграть у аннаунов. Что страшного? еще все впереди. Так, ссылочка у нас уже есть, Миша? Это хорошо, это замечательно, на самом деле. Ну, вообще, я, конечно, не особо уверен, но вообще, Барду, я думаю, кулдауны, ну, поборются на этой карте, должны все равно они за одну сторону забрать. Неплохо у них получилось против констапов, а напоминаю, что констапы, ну, довольно-таки далеко не самые слабые в лайте, поэтому... Ну, вот, правильно, вчера же была трансляция кулдаунов, да, они играли тоже Барду лайт против команды какой-то. Все верно, Азамат? Я ничего не путаю? Да, все верно. Вот я, к сожалению, вчера у меня получилось посмотреть только первый раунд, и там кулдауны, к слову, проиграли, вот я могу судить их только вот по первому раунду в лайте, и там себе кулдауны очень плохо, на самом деле, проявили, они вообще абсолютно не контролировали свой дроп, о чужом я уже даже говорить не буду, но как я уже в итоге узнал, во втором раунде они смогли одержать победу, поэтому я думаю, это просто была случайность первым, которую я наблюдал, и потом они реабилитировались. Ты можешь рассказать более подробно, что там происходило на карте? Ну, именно в лайте или в сетапах? Ну, я говорю про Барду лайт, правильно, они же вчера ее играли. Хорошо, да, вот именно про Барду лайт, ну, первый раунд там говорить не о чем, там я скажу только одно, что кулдауны отдавали очень много дропа, и за счет этого и проиграли его. Там больше нечего говорить, а вот во втором раунде ну, пытались более-менее уже получше как-то контролировать свой дроп, и были увозы, ну, все-таки кулдауны немножко терялись в обороне, так что, ну, там более-менее еще из-за того, что дроп они все-таки забирали, смогли отыграть получше, а так, в принципе, мне кажется, я думаю, констапы бы забирали, но смогли додавить до конца кулдауны, отыграть на максимум, и все у них получилось. Там была очень бешеная перестановка, на самом деле, неожиданная, я бы сказал. Там поменялось, поменялся у нас, получается, что смока и васп, и, по-моему, хантер, там именно так, ну, и, конечно, резисты. Ну, посмотрим, что у нас здесь сегодня ожидает, возможно, что-то и будет снова-таки меняться, ну, или отыграть так же, как отыграли второй раунд именно против констапов. Ну, вот, после перезавода, я думаю, мы это все узнаем, и там уже будем обговаривать это. Ну, вот, насчет анаунов, я думаю, у них в лайте будет все в порядке, они отыграют на своем стабильном уровне, ну, и смогут забрать за синюю сторону, скорее всего, а вот за красную, вот как пойдет, пока что, я не уверен, но это все-таки мои предположения, пока что. Дальше мы, конечно, увидим все это. Ну, тут, конечно, главное дроп не отдавать, то есть, чтобы кулдаун забирали этот дроп, хотя бы свой уже, станет намного меньше просто проблем, и, конечно, будет уже легче отыгрывать кулдауны. Ну, да, действительно, посмотрим, вот, смотри, пока что я вижу на карте Бакс Бани, видимо, он будет отыгрывать сегодня на Смоке, также вижу Стрела 6000 на Хорнете, так понимаю, он станет сегодня последним дейфером, думаю, что за красную сторону кулдауны поставят именно Резис на Смоку, потому что сейчас я тоже наблюдаю классного Юру, который отыгрывает на Хорнете, обычно он отыгрывал всегда на Хантере, собственно, также Дорбилд, Васпик, собственно, здесь ничего нового и за Флэмми Гуарлиан тоже его поставили на Васпике, думаю, это на самом деле правильное решение, мне кажется, на Васпе он куда более полезен, полезнее, чем на Смоке. Я так понимаю, кулдауны этих паузы берут? Ну, да, они именно так написали, поэтому пока что ожидаем, ну, на самом деле, да, были вот эти перестановки, почему классная Юра у нас на Хорнете, а все просто, потому что это у нас красная сторона, и они играют в одного Хантера, и, ну, классная Юра до этого и раньше отыгрывала на Хорнете, поэтому здесь как бы это логично было. Ну, и также на прошлой трансляции мы могли это заметить, это за красную сторону они так играют, а вот за синюю они уже с двумя Хантерами, ну, вот по своей тактике, а вот констапы, они ничего не меняли, и два раунда отыгрывали так, как было. Ну, вот посмотрим, как у нас, она у нас играют по тактике, а будет ли что-то менять. Ребята, у нас, я так понимаю, ага, у нас тикпауза заканчивается, я так понимаю, кулдауны ее начали и решили сразу прервать, в любом случае, что ж, перезаходы уже происходят в данный момент, и это значит, что через 2 минуты мы сможем уже смотреть на начало этого матча, посмотрим, как оба коллектива себя проявят именно в этом формате. Ну, что ж, дроп потихоньку летит, смотри, сразу у нас есть 2 ДАшки, одна будет лететь на прыжке, а вторая в центре. Смотрим. Нужно будет сразу красным игрокам пытаться выдвигаться на этот сегмент карты. Я смотрю, классно Юра уже записал данный дроп, наверняка он будет за ним следить. И Сальватор тоже, посмотрим все-таки, кто больше обращает внимание на чат, кто больше следит за таймингами. Не совсем в чате, просто, я думаю, кулдауны проанализировали свою прошлую игру в первом раунде именно в лайке. Будем так это говорить. И очень много дропа отдавали. И сейчас они просто этот дроп не то, что запишут, они его проговорят раз в 30. и это все в голове уложится. И я думаю, будет с делитами и там все грамотно это все будет. Уже заметил от двух игроков кулдауна в тайминг один и тот же. Я их понимаю, каждый из них отдельно для себя его записывает. И действительно. Но на самом деле, если говорить касательно этой Дашки, которая будет лететь здесь на прыжке, тут на самом деле, скорее всего, заберет именно тот, у кого будет более благоприятный респ. Наверняка вот уже информация в конференции анонов произошла, что там будет лететь Дашка сразу же. И, скорее всего, те люди, которые респанутся в этой части карты, наверняка сразу поедут за этой Дашкой. Я думаю, здесь ничего удивительного нет. Собственно, посмотрим на самом деле, как это произойдет. И вот уже дилеты происходят. Смотрим внимательно за респами. Появляется Пашка, к слову, на карте. И вот Сальватор и выезжает уже на это место. Правда, рельсу получает, смотри. Но Злонск, к слову, тоже будет здесь стоять. Он знает, что здесь сейчас полетит Дашка и, возможно, ей даже воспользуется. Правда, есть Бакс Бани, который правильно делает, настреливает по Злонзу, но в итоге получает от него рельсу, остается буквально на одну рельсу или одну смоку и в итоге Злонск оказывается в полу-минусе, а вот уже и в минусе. Ну, хорошо, ладно, сейчас хорошо, кулдауны отыграли. Дашку, конечно, не забрали, но в любом случае смогли устранить Злонза. Ой, хорошо, сейчас на обманке сыграл классный Юра, еще выдает там отличную рельсу, но все-таки дроп, конечно, не забирает. Вот сейчас Злонз будет на ней тресвый забирать, а я надеюсь, The Flaming Guardian посмотрит именно туда и будет настреливать. Но тут, конечно, еще нужен будет смоковод, Бакс Бани это все видит, но не сбивает и вот начинаются проблемы сейчас большие у кулдаунов. Это, скорее всего, будет здесь у вас. Я не знаю, что им надо, чтобы они задефали. Ну, хотя демидж есть, но почему-то один Злонз такой, только Автоим ему помогал и очень непонятно. Но в итоге хорошо, есть фокус, отлично, просто успевает. там Сальватор подхватывает, но Флейми Гвардиан отлично сбивает и будет здесь уже, конечно, возврат. А вот Дербилд, ну, пытался, по крайней мере, увозить, но там, конечно, все в порядке. Конечно, сейчас я немножко разочаровался в команде Анон, потому что действительно Злонз зашел на флаг, но, к сожалению, ему просто никто не помог. Конечно, там был Сальватор на подхвате, но как-то слишком поздно. И смотри, Зайвами проскакивает, Пашка не попадает и на один выстрел остается. Нет, все же успевает Пашка. А если бы замансил, но не повезло немножко Флейми Гвардиану, есть, конечно, возврат, а вот Автоим пытался увозить, правда, но Дефер, конечно, посмотрели за всем этим и сделали возврат. Да, Империал будет пытаться забирать вражескую Дашку, но нет, очень вовремя его сливает, Рафаэла будет ее охранять, вот уже Пашка приближается к ней и также он будет ее забирать и уже вот выдвигаться на вражескую базу, правда, есть Дарбилд, он будет его пытаться уничтожать, но не попадает, очень странно, но в любом случае, смотри, есть Лонз, который на этот раз забирает двойной дроп, на этот раз Автоим смог разобраться с Багсбаней, сейчас это будет действительно увоз, должен пытаться как-то забирать вражескую Дашку, я думаю, у него это без проблем получится, конечно, есть Багсбаня, но это не угроза для Пашки и Зелонз продолжает свой увоз, у него почти фулл ХП, осталось только на этот раз его встретить, Сальватор тут как тут, также есть фуллы на центре и я думаю, кто-то их в итоге заберет, да, Сальватор все правильно делает, Зелонз уже почти по прямой едет на свой флагшток, стрел 6 тысяч пытался ворваться, но нет. Можно откусить, есть фокус и надо делать перехват сейчас срочный, а Рафаэла на одну надо попадать, есть попадание от классного Юра и на самом деле, пока что нету никакого перехвата, пытаются, но Сальватор тут моментально кулдаунов, есть на подхвате Рафаэла, а также есть Зелонз и скорее всего будет здесь доставка, просто сколько бы рельс сейчас не прилетело, а Зелонз уже поставят, ну и тут есть конвейер. Да, все абсолютно верно, будет конвейер, авто АИМ подхватывает флаг, также будет пытаться уходить вот именно сюда, к слову, я так понимаю, услышал информацию в конференции, Пашка на ней требует подхватывать этот флаг и скорее всего это будет следующий увоз, конечно, есть Баксбани, который будет пытаться заходить на вражескую базу, но у Зелонза есть аптечка, Баксбани, я думаю, осталось жить недолго и за Флейми Гуардиан также пытается куда-то непонятно куда уезжать, классный Юра будет ехать на перехват, к слову, выдаст он одну рельсу по авто АИМу, но я думаю, здесь уже появится Зелонз, также Пашка и классному Юре здесь ничего не светит, но тем временем авто АИМ вывозит флаг под снайпата, чтобы в дальнейшем довести его до своей базы и с вновь у синего коллектива все хорошо. Там Баксбани очень неплохо так настрелял, правда нету, нету рельс, вот только сейчас прилетает, ну, это очень поздно и в итоге, ну, будет здесь доставка, хотя есть отличный фокус и классный Юра еще везет, он может успеть вернуть и просто, я не знаю, ну, нету фокуса от Анаунов и это возврат, вообще не... А вот если бы этот человек флагоносец просто остановился бы, я понимаю, он как бы смотрел, что сейчас как бы куча синих игроков на своей базе, можно спокойно везти, но действительно, если бы он просто на одну секунду остановился бы перед тем, как выехать на эту доставку, ну, вернее, перед тем, как выехать на свой флаг, это была бы доставка, я более чем в этом уверен, но ладно, что случилось, что случилось, уже ничего не изменить, Дарбилд будет пытаться заходить на вражескую базу, хорошо, ему сбивает рельсу снайпет, но Дарбилд все равно подбирает эту ДДшку и отправляется в итоге на респ, главное, что не отдал своим противникам, есть еще Империал на вражеской базе, которая будет пытаться здесь кимперить, спешить ему некогда, а за Флейми Гордон тем временем на ДДшке также на не требуется выдвигаться на Сальватора, скорее всего, отправит того на респ, но... Отлично, Дарбилд сливает Флейми, ну и также сбивает Сальватора, которого уже успешно слил, и есть Литая Смока, можно увозить, правда, зло он съесть, сбивают, мне показалось, но нет, все-таки все отлично и доливает здесь Дарбилда, а будет заходить Империал, есть Снайпет на Смоке, Флейми Гвардиан, я думаю, это все видит, но там аккуратно Снайпет отыгрывает максимально, и не прилетает вообще ни одной рельси, вот только сейчас вот этот Дарбилд, но это уже не важно, потому что Империала здесь, конечно, слили. Да, все, опять же, спокойно, конечно, смотри, до конца еще остается 4 минуты, чуть меньше, чем половина раунда, а это значит, что у кулдауна еще может быть все впереди, возможно, не успеют даже два флага вытащить за это время, но в любом случае, пока что все очень спокойно, смотри, стрел 6000, очень неплохо заехал на вражескую базу, но в итоге все равно отправился на респу, вновь Злонс будет забирать эту Дашку, к сожалению, на этот раз без Нетри, но в любом случае, здесь есть Сальватор, также Автоим, будут пытаться не разбираться с Багсбани, еще у Злонса есть аптечка, и также Нетра выпадает как раз-таки под него, но для Злонса просто слишком хорошо все сложилось. Да, очень неприятно, классно, Юра тут как бы не пытался рваться, да, не успевает он здесь, но вообще не Тру не забирают, но что это такое, я прошу замену срочно, но пытаются здесь, конечно, Злонс увозить, и есть отличный фокус от Анаунов, и тут без шансов, конечно, нету сейчас Дашки у Злонса, также он очень сильно битый, но есть там Автоим на двойных, я думаю, если что, он подхватит, и Сальватор за ним же и поедет, если надо будет. Ну, здесь, скорее всего, будет доставка, тут вот уже фокуса не хватает, и это у нас уже 2-0. Да, но он действительно сейчас себя очень хорошо проявляет, а вот Дарбилд будет на литре пытаться врываться, увозит он данный флаг, Автоим по нему попадает, по 100 метровке он пытается уходить, нужно выдать буквально одну рельсу по нему, никто не может попасть, неужели он увез флаг уже до своей базы, осталось только кулдауном его подхватить, и повезти по прямой просто на доставку, правда, в открытом месте он сейчас находится, это значит, что игроки Анаунов смогут выдать по нему фокус, но осталось вот только подхватить флаг. Боксбани сбивает, там очень хорошо помогает Дарбилда, и чтобы сбить одну смоку, не попадает Боксбани там, и, ну, сейчас, либо вести на размин, ну, рисковать бы я бы не стал, потому что Сальватор здесь все-таки увозит, но я все-таки понимаю, что им надо отыгрываться, но здесь нету другого варианта, отлично, Флэмми это контролирует, выдает ДДшную рельсу, и стрел должен было возвращать, но есть Авто Аим, который отлично его сливает, и классный Юра здесь вряд ли вернет, он остался на одну, Сальватор выдает, и Авто Аим будет здесь увозить на своей нитре. Как же просто все шикарно сейчас произошло для Анаунов, и в итоге Авто Аим действительно увезет на одну рельсу, Абоксбани тем временем выдвигается, на размен, правда не совсем дают ему это сделать, остается здесь только Империал вместе с классным Юрой, а Пашка тем временем на своей ДАшечке едет, на возврат у Империала могут быть некие проблемы, правда появляется Боксбани, который будет уничтожать Пашку, подхватывает он данный флаг, нужен срочно фокус от команды Анаунов, пролетает хорошая рельса от Пашки, еще, еще нужно, правда Злонс на тяжелом двойном дропе будет сейчас выбивать. Ну там слишком много двойных, но вот есть Флэмми Гвардиан, отлично, Рафаэл это видит, и тоже выдает рельсы. Ну и вновь очередная будет доставка, я думаю, потому что есть еще Злонс живой на ДДшке, его надо разбирать, ну и, собственно, пока осталась у нас ровная минута, и тут уже с уверенностью я скажу, что она у нас забирает этот раунд, даже если они не поставили бы сейчас флаг, а он уже поставлен, а также из конвера от Пашки, ну и я думаю, здесь мы уже все понимаем. Тут уже, скажем так, все понятно, Пашка также возит на двойном дропе, но пока что все у него просто замечательно, поздравляем уже команду Анаунов, в этом раунде они побеждают, посмотрим все-таки, как сложится другой раунд, напоминаю, что вчера была похожая ситуация, тоже кулдауны в первом раунде, когда они играли за красную сторону, потерпели поражение, но в итоге все равно за противоположную они смогли уничтожить своих противников, посмотрим все-таки, что будет на этот раз, но сейчас, конечно, да, под конец они уже поплыли, 4-0 это серьезно. Ну, сейчас главное не отдавать очки Анаунов, ну и при этом забрать себе одну очко и было бы уже хорошо. Ну, честно говоря, вот с таким счетом, как 4-0, не очень-то это как-то смотрится, и не знаю, что будет в следующем раунде, но загадывать пока не хочу, поэтому сейчас, ну и скоро увидим. На самом деле, ну, Золонза нужно, наверное, отметить, потому что, действительно, постоянно он находился в нужном месте, всегда забирал туда Ашку на прыжке, и также, два Васпика, это Сальватор и Автоим, которые постоянно ему помогали в атаке, действительно, наверное, сделали эту игру, игрально не очень неплохо. Ну, да, снова-таки, тот факт, что кулдауны, ну, вот этот дроп очень много отдавали, я могу сказать, и поэтому, вот возникали проблемы, конечно, в обороне. Забирали мид, забирали прыжок, и в итоге там, ну, без шансов, еще и аптечка постоянно, а под увоз двойные из лонзы были, это слишком без шансов, и, ну, не успевали кулдауны вовремя это законтролировать, и теряли один флаг за другим, можно это как-то примерно так назвать. Да, были, конечно, заходы от кулдаунов, пытались они отвозить, но, не очень это, конечно, выходило в два Васпа, ну, и, конечно, особо и не скажешь больше про это. Да, я с тобой абсолютно согласен. Вновь игроки записывают свой дроп, конечно, уже не так яро, как они это делали в предыдущих раундах, но, в любом случае, это мы наблюдаем, это действительно радует, что игроки на МЧ записывают свой дроп. Ну, что ж, вот Империал будет блокировать Пашку, потому что Нитра ему очень даже пригодится в дальнейшем. Пока что все очень спокойно. Смотри, классно Юра берет Хантер, надоело ему играть на своем Харнете, вот действительно он решил взять более средний корпус. Ну, снова-таки, это заготовка, это поэтому он взял Хантера, потому что за эту сторону именно они будут так отыгрывать, ну, и также убирается у Баксбани резист от рельсы, поэтому есть тактические изменения, ну, и, возможно, они послужат той силой, чтобы попытаться камбэкнуть. Я, конечно, буду в это верить, но пока что это неизвестно, ну, и только будет происходить Делета сейчас. Да, Делета действительно происходит, вот смотри, уже есть та самая ДАшка на прыжке, а также аптечка под нее, посмотрим, кто ее заберет, а вот с противоположной стороны также есть ДАшка, и еще ДДшка на Малом мосту, Автоим в итоге ее будет забирать, очень неплохое начало от этого Васпика, но с противоположной стороны Империал заберет данную ДАшку, там, конечно, есть аптечка, но я думаю, Рафаэлла просто не отдаст ему ее, также правильно сейчас распределились, я думаю, красные игроки, потому что понимают, что там есть ДАшный Империал, снайпед будет пытаться по нему настреливать, я думаю, просто у него нет шансов, хотя пока что рано про это говорить, потому что Доробил шикарную рельсу выдает, Рафаэлла также пытается стрелять. Ну и так же отвезли у нас АНАУН, и там Злонс на двойных ушел, и это будет у нас сейчас происходить размен, вот так вот сразу с первых же заходов происходит, ну и есть классный Юра, прям на хулах, но сейчас обратят на него внимание, и будут его пытаться фукасить, правда снайпед немножко не там сейчас находится, и классный Юра сейчас не попадает, и очень много рельс в себя впитывает, говорит парни, помогите, где помощь, нету помощи, и в итоге, конечно, и нету возврата. А вот с противоположной стороны, смотри, Автоим будет пытаться зажимать баксбани, буквально он остается на одну рельсу, баксбани не сможет ему сбить, при таком, ай, ну хороший просто фокус, просто шикарный фокус от кулдауна, там и респы были от кулдауна, поэтому там особо не скажешь. Ну а есть у нас стрел, который занял отличную позицию, будет здесь пытаться насталивать, если будет сейчас моментальный фокус, а в теории можно было бы вернуть, но есть арест под Сальватора, и это говорит о том, что возврата, конечно, не будет. Да, сейчас, я думаю, без проблем сольют баксбани, правильно делает Рафаэл, а что поворачивается, и вот уже Автоим вместе с Сальватором потихоньку будут пытаться заходить на вражескую базу, здесь, конечно, есть The Flaming Guardian, посмотрим, как он будет пытаться расправляться с вражескими игроками, но пока что не очень удачно, отправляется в полуминус, а вот и в баксбани тоже проблемы. Возврат может быть, но... А, нет, сливают бровку очень хорошо моментально, правда, вот ДДАшку сейчас будут отдавать на прыжке, там будут забирать её Злонс, и могут возникнуть даже проблемы. У меня замок вопрос, почему Злонс не Тру не забрал? Вот, на самом деле, достаточно часто... Не видел её, он не контролировал дроп, он не запомнил вот этого падения, поэтому, возможно, именно так. Нет, просто вот достаточно часто я от него замечаю, действительно, наверное, он не ориентируется по дропу, что, зачем будет лететь, ну ладно, в любом случае, не получилось у него нормально зайти на Империала, также есть Пашка, смотри, с противоположной стороны, хорошая ДД-шная рельса, правда, сейчас баксбаня будет своей смокой отправлять его на респ, стрел становится абсолютно целым, и держит вражеский флаг, ну и пока что игроки просто, скажем так, меняются базами, пытаются потихоньку захватывать. И он заберёт сейчас ДА-шку, ну, баксбаня не туда смотрел, ему надо было забирать ДА-шку. Ну и в итоге, ну, могут быть проблемы сейчас, конечно, такие вот небольшие, но... А есть аптечка, если бы стрел на неё сейчас поехал и не дали бы рельсу, но есть рельса, и будет здесь возврат. Да Лонс, развернись, пожалуйста, да. Нет, там есть возврат, да. Но есть также Империал, который сейчас может вернуть на Кулаха, правда, есть одна рельса, надо ещё две рельсы, смока есть, и нету второй рельсы, и, ну, даже там ещё надо было третью выдавать, и в итоге это возврат обоюдный. А если бы, ещё пару рельс по Империалу, было бы просто всё замечательно, ну ладно, в любом случае, произошло то, что произошло, счёт по-прежнему 0-0, между прочим, 0-0 в пользу Аноунов, так как они забрали предыдущий раунд, и вот сейчас вновь будет очень неплохой заход от кулдаунов, посмотрим, чем оно закончится, вот есть уже Зафлейми Гуардин, который будет забирать Нетру, также Дарбилд, и пока что дефает свою базу только Снайпет, у него могут быть некие проблемы, но вот уже игроки с противоположной стороны развернули башни, будут, я уверен, что будут фокусить вражеского флагоносца, осталось просто Пашке выдать ещё одну рельсу поза Флейми Гуардин, но да, сквозная рельса, просто всё замечательно, классный Юрок, к слову, пытался забрать Дашку из Лонза, но просто выдал по нему рельсу, и всё, вновь становится спокойно. Так, Империал забирает Дашку, правда, правильно сделали у нас Анауны, забрали Аптеку, и там ещё есть Маковод, он немножко постреляет, но должны его моментально сливать, но тут уже, я думаю, задеф от одного Империала, хотя есть, конечно, Дарбилд, который, я надеюсь, поможет Империалу, и можно даже отвозить, только не по той траектории повёз у нас Империал, и с этим возникли, конечно, некие проблемы, я бы сказал. Ну, смотри, в любом случае, The Flame Guardian подхватывает вражеский флаг, сейчас он будет пытаться его вывозить, и Империал забирает фулл дроп и будет встречать этого игрока, ну, просто огромный, у него шансы, правда, есть Пашка, который будет пытаться возвращать флаг, но всё равно, у Империала есть нитра, и успевает. Ну, сейчас, я думаю, он успеет забрать аптеку, главное, чтобы выжил, всё отлично, он выживает и забирает аптечку, флаг сейчас уже вернётся, и надо смотреть, нет, право, нету никого на перехвате, Сальватор только на бровке, и поэтому этой будет доставка, тут не хватит никаких 10 рельс, понятное дело, потому что их не будет следовать, и есть, конечно, доставка. Ну, на самом деле, просто всё идеально получилось для кулдаунов, прям идеально Флейме вывез, идеально Империал забрал этот фулл дроп, и действительно, счёт становится 1-0 в пользу кулдауна, но в любом случае, до конца 4,5 минуты, чуть меньше, чем половина раунда, это значит, что анонны всё ещё смогут исправить, посмотрим, как это у них получится, Империал будет забирать нитру, либо пока что он не будет этого делать, пока что он будет просто стоять, потому что там есть снайп, который будет мешать ему жить, а за Флейме Гуардиан будет, я думаю, наверняка пытаться испортить жизнь этому смоководу, но пока что не очень получается, главное просто выманить на рельсу Империала, Империал может попробовать забрать Дашку, а может сейчас просто попробовать заблокировать Пашку, посмотрим. Сейчас бы не помешало Эльфилту забрать Дашку, на самом деле, но есть ДДш на Аптаим, и в этом есть, конечно, некие проблемы. Так, ну смотри, очень сильно сейчас красные игроки столпились в одном месте, вот правильно делает, что потихонечку раздъезжаются по своей базе, Рафаэлла уже приближается к центральному мосту, а тем временем Злонс собирает двойной тропе, опять эти два Васпика, смотри, будут разводить вокруг пальцев классного Юру, и Злонс пока что почти с фулл хп будет пытаться уходить еще, и наносит рельсу по стрелу 6000, пока что это Увоз, действительно, все очень хорошо складывается для Анауна, но, правда, с противоположной стороны будет Империо, так же у вас. Надо помощь, ну там есть Дербилл, он встает снайпера, отлично, он сбивает, и остался Рафаэлла, надо его срочно оттуда сливать, и есть, конечно, слиты Рафаэлла, и надо увозить на размен сейчас с Янауном, потому что слишком опасно становится держать на флагштоке, ну и там есть Сальваторо на Дашечке, я думаю, его здесь уже разберут, да, Боксбани видят, и в итоге пока что все в порядке у кулдауна, хотя вот есть смыка, но я думаю, там Империал заберет аптечку, и у него будет все хорошо. Ну, действительно, у Империала все под контролем, но все равно снайпед сможет ему выдать пару смока, это значит, что флаг он уже не сможет держать, конечно, есть классный юрин, и сейчас очень сильно синие игроки зажимаются на размене, это значит, что в дальнейшем у них могут быть некие проблемы, но стрел забирается в любом случае с противоположной стороны ДДшки, особо давления с той стороны нету, поэтому пока что все в порядке, все, зажатие от кулдаунов прошло, теперь снова они разжимаются, также Баксбани, я думаю, будет забирать дроп на малом мосту, ну и пока что все спокойно. Нельзя отдавать сейчас Дашку под Пашку именно, ну, надо хотя бы раздамажить или слить бровку моментально, иначе возникнут проблемы, сейчас отлично успевают там сливать Пашку и забирают Дербил Дашку, но это говорит о том, что в ближащее время на размене пока что у кулдауна все будет замечательно, но вот правда есть небольшие такие проблемы у аннаунов, подсквозные там попадаются на простреле, и там Пашка очень битый и в итоге потерял много хп, но вот есть в дальнейшем аптечка, которую можно было бы забрать, но тут не туда приоритет у нас Пашка отдал и в итоге слили его протанковать побольше я думаю тиммейты помогут есть Бакс Бани кладут здесь минус игрока и надо фокус надо по открытой сейчас площади едет снайп и Бакс Бани просто сольет нет, сбивает ему авто АИМ но будет возврат все-таки и остается ровно 30 секунд до конца просто вези Империал просто блокируете максимально право делайте я не знаю паровозик и будет обеспечена победа в этом раунде для вас да есть Стем поставили второй флаг кулдауны как и ожидалось ну что ж кулдауны молодцы действительно сегодня они сыграли 4 раунда и в двух из них победили ну как я думаю в принципе они хорошо отыграли то есть забрали минимум свой но максимум могли доработать именно во втором раунде сетапов но я думаю результат все равно был неплохим много очков они не потеряли и также не отдали аннаун поэтому я думаю достойно все таки забирать у нас игроки по 2 очка и на этом они будут прощаться я думаю можно уже назвать ключик потому что розыгрыш будет проходить у нас думаю наш оператор сейчас быстро его нам даст ну и к слову давай вообще за мат подведем итог данного матча сначала мы смотрели 2 раунда сетапов на карте конгур первый раунд у нас забирали кулдауны очень даже уверенно но во втором раунде аннауны смогли им дать хороший отпор и с небольшим отрывом все таки переиграли этот коллектив и в первом раунде обе команды получили по одному очку теперь расскажу я вам про два вторых раунда погоди давай ключик назовем а ключик у нас 58 65 58 65 вводите теперь расскажем мы про барду в формате лайт сначала у нас очень уверенно с отсчетом 4-0 одержала победу команда анновен но и во втором раунде действительно кулдауны очень хорошо за синюю сторону реабилитировались тут вы уже сами все прекрасно видели действительно смогли дать хороший отпор своим противникам и по-моему даже со счетом 2-0 победили по результату обе команды получают по 2 очка да как-то так получилось но вообще я почему-то рассчитывал что именно в сетапах заберут у нас кулдауны 2 раунда по идее вот почему-то я так думал и аннауны либо сыграют ничью с кулдаунами как и ожидалось либо аннауны выигрывают почему-то я так предполагал но именно неверны у меня были предположения и все-таки один раунд смогли забрать аннауны ну и в итоге да правильно ты подметил правильно ты повторил и сказал что забрали 2 очка у нас оба коллектива аннауны